Приветствую всех, друзья! Что ж, прошел самый долгожданный бой и турнир для многих фанатов. Прошел он, как вы знаете, также очень успешно. Хабиб смог защитить свой пояс и продлить свою победную серию. Это будет новостной выпуск, и мы сегодня обсудим прошедший бой, неожиданные заявления от Дати на парье и многое другое. Всем приятного просмотра! Начнем этот выпуск с официальных выплат бойцам от UFC. Хабиб, как и предполагалось, получил в три раза больше, чем в бою с Конором Макгрегором. За этот бой Хабиб заработал 6 миллионов 90 тысяч долларов, и это абсолютный рекорд по выплатам в UFC. Еще ни один боец не получал такой огромной суммы, а это не считая процентов от трансляций, понсорских выплат и так далее. Без преувеличений можно сказать, что теперь Хабиб является самым высокооплачиваемым бойцом ММА в мире, что не может не радовать. Но для Хабиба радость сегодня заключалась в другом. О да, долгожданные бургеры и картошка фри. Как много он о них говорил вчера на пресс-конференции, и вот теперь его соперник это фастфуд. Двигаемся дальше, и после победы над фастфудом, Хабиб опубликовал пост, где отблагодарил всех своих фанатов. Многое пройдено, и еще много чего предстоит пройти. Как говорит всегда нам отец, сохраняя прежние качества, двигаемся дальше. Спасибо большое всем, кто болел, переживал и молился за нашу команду. На этот раз поддержка была на другом уровне. Я искренне благодарю каждого. Ну а теперь переходим к Дастину Парье, который очень близко к сердцу принял это поражение. И сегодня выдал такое, отчего многие его фанаты занервничали. Давайте смотреть. Спасибо ребят за поддержку, которую вы мне оказываете. Не знаю, вернусь ли я в клетку снова. Нужно подумать насчет этого. Но в любом случае я буду сильнее. Спасибо. Так что Парье и правда принял очень близко к сердцу это поражение, и задумался о завершении карьеры. А очень жаль, и мне бы хотелось посмотреть его реванш с Коннором, который соберет, я не сомневаюсь, огромнейший интерес. В общем, давайте ждать дальнейших новостей об этом бойце. И я думаю, что теперь многие из России фанаты будут также поддерживать его в следующих боях. Ведь он проявил себя как скромного и хорошего бойца, с чем и заслужил уважение от наших болельщиков. Что ж, а дальше Хабиба ждет Тони Фергюсон. Об этом рассказал и Дану Уайт, и сам боец того не отрицает. Что следующий бой должен быть именно с ним. Давайте послушаем, что он думает насчет этого. Решение примет UFC. Но я считаю, да, он заслуживает этого. Он следующий в списке. И я думаю, это... Это будет хороший бой. И знаешь, что самое интересное? Даже если ты не побежденный, даже если ты неоспоримый чемпион UFC, даже если твой рекорд 28-0 и 12-0 в UFC, все равно люди будут говорить, следующий побьет его. Даже если я побью Тони Фергюсона. После него UFC будет раскручивать еще одного бойца. И все будут говорить о том, что Хабиба побьет. Так уж происходит в этой игре. Так что ждем новых анонсов. Тем более прошу слух, что следующий бой Хабиба разрабатывается в Москве. Чего точно пропустить нельзя. Тем более, если соперником станет Тони Фергюсон, то вполне способны собрать 100 тысяч зрителей на каком-нибудь большом стадионе. Пишите, что думаете. Кого бы вы хотели видеть в качестве следующего соперника Хабиба? Конора, Тони Фергюсона или кого-нибудь вообще другого бойца? Также поддержите этот выпуск лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. До встречи!